Зенит Прошлогодний чемпионат России наглядно показал, что громкие приобретения и заморские звезды не гарантируют слаженную и чемпионскую игру. Зенит взял пальму первенства лишь на трансферном рынке, и то с оглядкой на дагестанский Анжи. На фоне питерских приобретений, покупки Рубина и еще дюжинный команд Премьер Лиги выглядят, мягко говоря, скромно. Правда, можно отметить Рандона и Мвила, но их общая трансферная стоимость едва ли закроет и половину суммы, потраченной на приобретение Витцеля или Халка. Бразилец на пару с бельгийцем играли против Рубина в Грозном. За исключением пары проходов и одного удара ребята ничем не запомнились. А вот выше упомянутый Соломон Рандон забил победный для Рубина мяч в той встрече. Прошлогодний сезон для подопечных Курбана Бердыева и вовсе получился крайне удачным в противостоянии синий-белый-голубыми. В первом официальном матче сезона казанцы одолели питерцев и взяли Суперкубок страны. Позже победа была одержана и на чужой территории. В шестом туре Рубин, проигрывая по ходу встречи, отыгрался и затем и вовсе вышел вперед и одержал победу, сделав тем самым приятный подарок своему тренеру в день его рождения. К очередному матчу с нашей командой Питер успел с треском проиграть ЦСКА в Суперкубке и одержать победу над Краснодаром. Во многом благодаря своему молодому голкиперу Юрию Ладыгину, который очень неплохо заменил травмированного Малафеева. Обе команды подойдут с особой мотивацией к этой встрече. Зенит жаждет прервать черную полосу в матчах с казанцами, а Рубин, в свою очередь, постарается порадовать собственную публику очередной победой. И совсем скоро мы узнаем, кто выйдет победителем в противостоянии Севера и Востока. Субтитры создавал DimaTorzok